Бандана, кислотная футболка С искусством моделирования Святослав познакомился в 17 лет И вскоре своими руками собрал первый инструмент Тогда под звуки его самодельной гитары засыпал и просыпался весь двор Теперь он изготавливает на продажу колесные лиры, кахоны и гусли Я понял, что мне нужен станок Я начал с разработки станка, который будет делать гусли Потом перешел к разработке гусли, которые будут делаться на этом станке Ну и только потом, когда все детали были изготовлены, я уже непосредственно перешел к сборке, настройке То есть около года на реализацию проекта Гордость Святослава – колесные лиры или органистры Это один из наиболее технологически сложных инструментов в репертуаре мастера Без знания математики, законов акустики и, главное, идеального музыкального слуха здесь не обойтись Расскажи, пожалуйста, откуда пошло увлечение создавать колесные лиры? Ну, изначально я музыкант, играю на электрогитаре, на обычной гитаре, еще на ряде инструментов Мне хотелось инструмент, который будет, ну, прям очень необычный Ну, я прошерстил интернет и нашел колесную лиру Я понял, что это прям то, что мне надо Первые колесные лиры появились в 12 веке у восточных славян Под их разлив рассказывали сказки и пели колыбельные Со времен Средневековья суть технологии изготовления инструмента почти не поменялась Колесо будет находиться здесь Поверх колеса будут натянуты струны Они будут проходить через вот эту коробку В ней будут находиться клавиши Каждая клавиша будет отвечать за отдельную ноту Исполнитель будет, нажимая на клавишу, менять звук И вращать рукой колесо, пользуясь им как смычком В мастерской Святослава несколько инструментов в процессе рождения Уже через полмесяца они отправятся к своим владельцам Как в Россию, так и за рубеж Испанию, Германию и Францию За три года мастер изготовил порядка 40 таких лир По его мнению, успех инструментов не только в уникальной акустике Каждая лира имеет собственное лицо Кельтские узоры, анималистические рисунки Их Святослав создает на компьютере А затем выжигает лазерной установкой Пять минут и узор готов На каждую лиру уходит два месяца работы Спрос на его инструменты постоянно растет Судя по всему, мода на русскую народную музыку В мире набирает обороты Ольга Литвиненко, Андрей Псом Утро нового дня